Друзья, всем здорово. Вы находитесь на канале Никиты Крылова, который называется Погнали. И прямо сейчас я нахожусь в маске, в аэропорту под названием Борисполь. Это город Киев. Я Никита Крылов. Я Юля. А давай я буду говорить, а ты якобы. Я Юля. Все равно не видно, правильно, кто разговаривает на самом деле. На самом деле, мы сейчас немного, я немного замучился, пока ехал сюда. Сейчас какие-то пробки, сейчас минус 10 порядка градусов. В общем, пока мы добирались до такси, все это было достаточно долго. И самое главное, что как только мы вышли с автомобиля, резкий такой холод. Ух, я аж промерз. Поэтому сейчас мы буквально несколько секунд взбодримся, пройдем регистрацию, перейдем в ту зону и тогда уже все станет намного веселее. А, кстати, и вы как раз таки узнаете, куда мы летим. Наши стойки регистрации уже должно было начаться на несколько минут назад, но, к сожалению, задерживаются. Я вообще не люблю, когда люди так становятся раньше времени, до открытия. Мне кажется, это неправильно. Просто уже так хочется быстрее все пройти, вот эти все процедуры и оказаться в зоне свободы. Да? Да. Согласились. Да, кстати, онлайн регистрации сейчас нет, поэтому приезжайте, регистрируйтесь, выбирайте места уже здесь по факту. Тревожные новости. Прислали только что сообщение мне, что ориентировочная задержка рейса на полтора часа. То есть здесь мы стоим зря, потому что регистрация начнется, я так понимаю, тоже позже. Блин, на самом деле это очень хреново. Почему? Потому что никого нет рядом, никого. Потому что, когда начнем с регистрации, здесь уже будет полно людей и тут будет стоять очередь. Вот лучше бы всех уже зарегистрировали и мы лучше бы там подождали бы этих час, там полтора. В общем, я просто немного растерян. Настала пора раскрыть, куда мы летим. Рейс у нас идет в Шарджу и должны были мы вылететь в 12.25, а показывает, что в 16.25 будет вылет. Это пока что так предварительно. До этого говорило, что в 15.00, а сейчас уже 16.25. Блин, рейс. Ну вот так вот. Не повезло, не повезло. Главное, мы же как нормальные люди не взяли с собой воды даже в аэропорт, потому что думали, ну как обычно, перейдешь туда и все. Ну, в общем-то, какие дела. Ладно. Надеюсь, что все-таки побыстрее это все случится. Понесла. Душа в рай называется. Распаковываем наши бутерброды и погнали! Ждать нам достаточно долго. ПЕСНЯ 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 Ну, просто со мной меня остановил. Не помню. Вот так вот не ценят мой труд. Песни пою, значит. Ладно. А он сидит в своем телефоне. Ну, сидит. Вот такая вот жизнь. Вот так всегда живет он. Сейчас называется рубрика «Полезная информация». Я решил, прежде чем заняться всяким безельем, понять вообще, на самом деле самолет будет вылетать в это время, не будет вылетать. Там 16.25 у нас, то есть на 3 часа задержка. Что я решил понять? Вообще, когда он прилетит для начала в Киев и вел, естественно, рейс «Шаджа-Киев», и понял, что задержка, собственно, такая есть. Потом пытался найти онлайн-табло аэропорта «Шаджа». Почему-то мне это не удалось. Именно этого рейса мне найти не удалось. И на выручку пришло приложение. Тогда здесь какое? «Флайт-радар». То есть я прямо в онлайн-режиме и сейчас вижу, где находится этот самый самолет. Вот видите, он пролетает над Ираном. Ай, не сейчас отстань. Ну, вот это воздушное судно, которое мы ждем. И прилетит он через 3 часа 45 минут. Так все просто. То есть было запланировано, что судно будет стоять в аэропорту 50 минут после прилета. А сейчас по расписанию 45 минут. Я думаю, 5 минут разница не сыграет. Там дозаправочку сделают быстренько, уберут, да и все. Поэтому вот я уже точно понимаю, что как написали в 16-25, так, скорее всего, мы и вылетим. Если, конечно же, погодные условия, но иные факторы уже не сыграют в этом. Продолжаем рубрик «Полезная информация». Итак, рейс мы понимаем, что задерживается. Задержка рейса 3 часа. Я уже подумал, может нам еда положена? Нет, не положено. Оказывается, если ваш рейс задерживает более чем на 2 часа, то вам должны организовать прохладительные напитки, то есть водичку. Кстати, она сейчас была бы актуальна. Вот, и позволить 2 раза позвонить и дважды написать сообщение по email. Если же более 4 часов, то предоставляют полноценный обед. Ну, а более 8 часов, как вы понимаете, там мы уже и должны предоставить и гостиницу, и обед, и трансфер в отель обратно. То есть вот такие правила. Помните, отметка главная 4 часа, уже и покушать можно будет, и 8 часов, то есть можете уезжать в отель. Я уже жду-жду, не дождусь, когда хотя бы и пройдем уже в ту зону, уже там ходить по duty free можно, не знаю, там лазить по магазинам. А тут, честно говоря, делать нечего. Что здесь можно делать? Здесь можно обмотать багаж за 100 гривен или 70. 100 гривен сейчас примерно чуть меньше 4 долларов. Вот, 70 гривен стоит набор для того, чтобы вы сами запаковали себе багаж. 70 долларов это 3 доллара. Ой, 70 гривен это 3 доллара. Вот. Еще здесь можно тест сдать на COVID-19. Я видел, буквально вот несколько секунд назад пограничник потащил индусов в сторону сдачи тестов. Видно, что, видимо, у них они были не свежие. Вот. Ну, все это экспресс делается очень быстро. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Ну, а еще здесь можно сходить в капсульный отель посмотреть. Можно немного выпить кофе. Можно что-нибудь перекусить. Но все это, конечно же, стоит немалых денег. Поэтому мы ждем перехода в зону duty free. А, вон, кстати, индусы и пограничник. Важный вопрос, который касается тестов. Что же делать, если, например, вы сидите и ожидаете самолет. И в это время вы понимаете, что уже прошло, вот, например, для нас это было 72 часа до вылета. Что делать? Я не знаю. Я не знаю, пусть это у вас на самолет или нет. Если у кого-то была такая ситуация, обязательно расскажите, напишите. Я уже тогда всем смогу рассказать в следующих видео. В ход пошли бутерброды под номером 2. Всего у нас на каждого человека рассчитано 4 бутерброда. А сколько прошло часов? Три часа, да, как мы в аэропорту находимся? Так мы утром ничего не ели. Да, мой. Так я же не говорю, что мы плохие. Чего ты начинаешь, Юля? Такая бедный человек еды не хватает. Да, бедный человек еды мне не хватает. Не хватит мне. Это даже очень неплохо, что мы много еды не будем есть. Так еще мы знаете что? Мы забыли конфеты. Мы все просто забыли. Как мы проживем, я вообще не знаю. А ты-то понятно как. Нормально держимся. Воробьи, воробьи, пока-пока. Мы уже пойдем. Так мы пойдем, потому что я вижу, что там начинается очередь. Итак, сейчас у нас 13 часов 16 минут. То есть, по идее, через 10 минут должен начаться регистрация. Регистрация у нас, да. Регистрация у нас началась. А вот регистрация... Не знаю, когда она... А, о, началась. Все. 18-19 стойка. Пошла жара, да. 18-19 стойка. Стоим уже более 40 минут. Наконец-таки мы прошли этот контроль. Полно настолько стоять, да? Очень долго. Как-то приходит, что мне кажется, горячий воздух выйдет, чтобы теплее было. И главное, очень долго это все длится. Я не знаю, почему. Особенно если перед вами иностранцы, то скорее всего это будет вообще долго-долго. Вот это запоминайте. Мы стали в разные очереди и Юля прям... Победила. Да, победила. Причем с огромным отрывом. Прям огромнейший. Здесь был я год назад, когда улетал в Египет. А сейчас так и радостно сюда вернуться. Юля, как только прошли все контроли, быстренько побежал уже смотреть духи. Мы, конечно же, без лишней сентиментальности и кокетства, конечно же, мы купим с собой алкоголь возьмем. Потому что там с этим проблема. А мы достаточно на продолжительное время, как по мне, летим. Поэтому, ну, запастись, как говорится, дело святое. Мы алкоголем. Можно будет спокойненько его расходовать там уже. Давайте начнем с цен. Ну, вечная классика. Джек Дэниелс. 20 евро. Он как стоил, так и стоит. 26 это... Зачернуто не знаю, насколько правда. Мне Леха просто цены рассказал. 20 евро. Да, так и есть. Джим Бим литровый. 11 евро. Говорят, что это один из самых дешевых duty-free в мире. У него там какие-то даже премии есть свои. Ну, дешево-недешево. В Эмиратах вы точно не купите алкоголь. Тем более по такой цене. Поэтому, если он вам необходим, то берите. Юля, ну что рассказывай, какие твои планы? Я думаю, бутылочку взять. Бутылочку шампанского? Да. На... Там отметишь, чтобы, да? Посидеть. Ну, возьми тогда маленькое. У вас за 2 евро. Красивую какую. А так вообще вот от 4 евро до шампанское есть. Юль, тебе надо проговорить, что пить вредно. Пить вредно. Все. Молодец. Можно взять с собой до 47 евро. Сколько там литров, Филь? 3 литра всего лишь. Ну, нормально. Хватит тебе. На семью такой. Да. На семью. Взять перед полетом. Вполне нормальная. Вот маленькую возьмете себе шампанского и все. Или пивчанского. Вот. Ну, а Юля выбрала себе перед полетом кое-что другое. Литрушечка. Запаслась и не помнит, как летит. Мы вот думаем, Харибошек себе набрать в самолет. Сейчас еще что-то подумаем, что бы нам взять. Я же говорю, конфетки-то мы забыли свои. Вот. 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 Много всего, на самом деле, здесь. Есть и милки всякие, шоколадки. Шопинг. Распаковка. То, что мы купили в Duty Free. Быстро вам показываю. Во-первых, это бутылочка. Я на Толин. Я не знаю, первый раз пью просто. Ну, не пью, а первый раз в руках держу даже. Расскажу потом, что это как-то вкусненько. 40 градусов. Говорят, что цитрусовая такая нежная, фруктовая. Нежнейшая 40-градусная фруктовая цитрусовая жижа. Вот. Еще мы взяли виски. Сколько цена его? 13. 13 евриков. Банда. Такой виски мы взяли. Еще мы, конечно же, взяли харибошек, мармелады для того, чтобы мы в пути. Так, а у нас второй выход. Вон он, да. Для того, чтобы мы в пути себя чувствовали комфортно. Вот. И взяли три баночки хмельного напитка. Как оказалось, вода стоит 2 евро. А хмельной напиток стоит 1 евро. Но важно. 1 евро это 350 миллилитров. 330 даже. Юля все четенько запомнила. Вот кто будет все вам теперь говорить. Какая высота Бурж-Халифа? Высокая. Высокая. Вот видите, говорит. Четенько все правильно, по делу и так далее. Итак, бутерброд под номером 3 для каждого из нас. Сейчас будет уходить с каким-то очень вкусным. Да. Ну, я честно говорю, я, например, не призываю вас к пить алкоголь перед рельсом. Потому что я не раз наблюдал эти пьяные выходки, когда просто человек там недалеко от тебя тоже сидит там. Ну, очень занимается какой-то хернёй. Это разбитие алкоголя. Это плохо все более. Но я считаю, в принципе, перед полетом чуть-чуть. Ничего плохого не будет. Даже спать, возможно, вы будете немного лучше. Но главное не переборщить. Ни в коем случае. Чуть-чуть это прям чуть-чуть. Вот так чуть-чуть. Смотрите, какое чудо из чудес происходит. Так, увеличиваем. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Короче говоря, вот этот самолетик. Это как раз таки наш самолет. И он сейчас двигается со скоростью 8 узлов. Ну, вот. Все правильно. Флайт-радар показывает. Уже ускорился 10 узлов. Ага. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Так. Позиционирование. А, нет. Нет. Четыре узла. Да, замедлился. Вообще точненько все. В общем, ждем. Потом мы на нем вылетим обратно. Надеюсь, дружок, все хорошо было у тебя в пути. И мы без задержек вылетим уже наконец-таки. Осадка проходит немного даже раньше, мне кажется, чем запланировано. Надеюсь, что мы вылетим, соответственно, раньше. Но такое здесь сонное царство. Вот позади меня даже мужчина вон спит. Аэропорт настолько застывший. Просто. У меня даже, знаете, вот ритм видео, мне кажется, сбился. Потому что просто заходишь, и здесь какой-то полнейший релакс. Короче, Юля побежала Дети-фри. И все. Она осталась последняя. Кто еще не зашел. Я думал, он будет намного быстрее. Бегу за ней. И обратно. Блин, эпический момент. Не успели заснять. Нас объявили. Мы последние пассажиры. Фух. Я пошел за Юлей. А Юля, оказывается, скрылась в неизвестной комнате от меня. Короче, бежим, бежим. Фух. Серьезно бежит за мной. Я бегу за ним. Вот, только что говорил сонное царство. Уже все. Ну, короче говоря, все. Мы последние. Кто зашел в самолет. Я запыханный, честно говоря. Буду снимать немного с микрофончиком. Для того, чтобы было лучше слышно. Сидим просто на VIP местах. Просто это джекпот называется. У меня, посмотрите, три места. Три места, они все мои. Еще и это места в аварийном, возле аварийного выхода. Они еще и раскладываются. Потому что мы знаем, что часто возле аварийного выхода не раскладываются сиденья. О, кстати, а вот у Юли не раскладываются. Да? У тебя же не раскладываются назад. Да, у нее нет, а у меня, да. Представляете? Вообще, короче говоря. Просто повезло, так повезло, называется. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. В нашу сторону направляется неких два желтых рога. Они сейчас будут и выливать желтую жидкость. Как сказал капитан воздушного судна. Не переживайте, если вы почувствуете какой-то непонятный запах. Я так понимаю, это будет запах самого. Ну давай, ребята, я тут время тяну, рассказываю, все, поливай, ну, давай, заклини, о, наконец-ки, блин, все мимо, все мимо, о, наконец-ки, пошла, пошла жидкость, противообледительная, в общем-то, все, я ее обработаю сейчас, и все, до свидания, можно лететь. Она желтого цвета, бывает, что там, розовая, в общем, всякие цвета, это только для того, чтобы было видно, где нанесли ее, а где нет. О, пар какой-то. Эй, эй, ты куда направляешь свое дуло? Ну, вроде все нормально начиналось, в итоге, вон, как все закончилось. А, вот, снова видим. Ты обещал, что в окнах все будет видно, а теперь ничего не видно. А, да, действительно, в окнах сейчас ничего не видно, вообще ничего не видно. Но я знаю, обычно при взлете все это начинает уходить резко. Вот, ну, может быть, оно, правда, все за это самое заледенело, поэтому уже в полете уйдет это все наличие. Все, друзья, самолет продолжает набирать высоту. Честно говоря, я так захотел спать. Тем более, у меня место позволяет это сделать. Вот, три сиденья, они в моем распоряжении. И как только команда прозвучит, что ремни можно расстегнуть, я с радостью это сделаю. Желаю всем вам, и нам, и вам. Ох, какое солнце. Счастливого полета. Все, пока-пока-пока-пока. Будьте счастливы, путешествуйте. Ведь, как говорит Душкин, это того стоит. Надеюсь, наше путешествие будет крутым. Как минимум, потому что я проведу его вместе с вами. Все, пока-пока. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok